Сегодня у нас с вами знакомительная лекция по концепции общественной безопасности. Сегодня, справедливости ради, нужно отметить, что для полноценного ознакомления нам с вами понадобилось бы лекции 15. Поэтому, так как у меня есть минут 45, я расскажу то, что считаю, на мой взгляд, вам было бы наиболее интересным и новым. Начнем мы вот с чем. Мы начнем с глобализации. Как известно, в последнее время все чаще и чаще слышно слово глобализация. Что такое глобализация? С одной стороны, это концентрация управления производительными силами и интеграция этих производительных сил в одну систему. С другой стороны, это создание некой общей культуры. Какова эта культура? Вот если сказать просто, то в общем, в целом, это культура невежественного употребления и эгоизма по отношению к планете Земля. Надо сказать, что глобализация процесс объективный. Почему? Потому что люди издревле воевали, обменивались результатами своего труда, в конце концов, путешествовали. То есть процесс абсолютно объективный. Но есть разные точки зрения. Этот объективный процесс носит управляемый характер или нет? Многие считают, что нет, все происходит само собой. Нет никаких причинно-следственных связей. Глобализация идет хаотично и непредсказуемо. Есть другая точка зрения, что глобализация носит управляемый характер. На роль управленцев кого ставят? Соединенные Штаты Америки, кто-то ставит Королевскую Семью, Ротшидов, Рокфеллеров, Ватикан. Есть разные версии, вплоть до экзотических. Мы, в свою очередь, считаем, что управляемый процесс глобализации уже примерно ему 3000 лет. И теоретической платформой нынешней глобализации является всем вам, с одной стороны, хорошо известная книга по названию, а с другой стороны, практически никому неизвестная по содержанию, это книга Библия. Я чуть попозже более разверну эту тему. А сейчас мы перейдем к первому слайду. Это шесть паралитетов управления обществом. Не знаю, вы видели когда-то или нет. Если не видели, вот сейчас будем знакомиться. Здесь схематично нарисованы шесть паралитетов, которые можно управлять обществом. Шестой паралитет – военный. То есть, если мы хотим починить ресурсы какой-то нам страны, мы можем это сделать причем военной агрессии. Завоевать ее, поставить своих солдат, надзирателей, которые будут смотреть, как на нас горбатится местное население. Но есть одна проблема, что со временем, если надо тобой стать надзирателем, то есть желание снять оккупацию. Так в истории часто и происходило. Ну и потом говорят тоже психологи, что уже второе, третье поколение оккупантов, оно более лояльно относится к оккупированному населению. Есть угроза, что, да, действительно, мы военным путем завоевали страну, получили ресурсы, но есть угроза, что рано или поздно они захотят освободиться от оккупации, да и в конечном счете могут еще и нас поработить. То есть по быстродействию военный приоритет очень быстрый, но по времени и эффективности во времени он короткий. Следующий приоритет, пятый, более сильный приоритет. Как вы знаете, североамериканские индейцы в большинстве погибли не от свинца, а погибли от алкоголя. То есть потому что у так называемых цивилизованных людей Запада, да, ну не хватало тогда именно как раз военного ресурса, и они просто спаивали. Понятно, что человек, который выпивает, он деградирует, и соответственно вопрос по суверенитету его родины у него стоит далеко не на первом месте. Деградирует народ, соответственно, что падает рождаемость, падает производительность труда, и в целом идет общая деградация. Как пример, Россия в 90-х годах, когда сюда просто хлынуло огромное количество бесплатное, ну очень дешевое, дешевый алкоголь, вот, и как спаивали наши молодежи. Этот приоритет сильнее, по времени он более, более эффективный по времени. Значит, четвертый приоритет, экономический. Ну вы как предприниматели, вы знаете, да, что огромное значение имеет ставка рефинансирования. В 90-х годах ставка рефинансирования Центрального банка России доходила до 210%. В общем-то, если бы стояла задача поддержать производство, то ставка рефинансирования должна быть гораздо меньше. Да, то есть если в Японии периодически ставка равна нулю для поддержки своего производства, в Китае бывает нулю, даже бывает минусовой процент. Потому что они смотрят, что предприниматели, да, обеспечивают рабочие места, да, выпускают продукцию, продают их за границу, да, то есть государство получает прибыль. Вот у нас было 210% пик, но эта ставка рефинансирована только Центробанком. А коммерческие банки давали там уже по 400, по 600, по 800. Вся экономика рухнула. Но я не знаю, может быть только можно наркотиками торговать, чтобы отбить такую ставку в судном проценте. Что можно еще сказать по экономическому приоритету? Дело в том, что когда рушится вся инфраструктура, рушится предприятие, что получается? То есть безработица, нет денег, люди опять же спаиваются, можно их пятым приоритетом опять же додавливать. Дальше что происходит? Общая деградация на образование денег, на Министерство обороны денег, на медицину нет денег. Ресурсы страны, которые мы хотим взвывать, текут к нам. Только благодаря тому, что мы вписали их в свою экономическую систему. Навязали им мифы. А какие мифы были навязаны? Либеральной рыночной экономики. И ресурсы страны потекли на, я условно говорю, как завоеватель. Что еще можно смотреть в экономическом приоритете? Как-то может не покажется странно, но экономика нравственно обусловлена. Многие говорят, а при чем здесь экономика и нравственность? При чем здесь мокрая и соленая? Многие считают. Но с другой стороны, мы знаем, что любая экономическая теория в своей основе ставит цели и задачи. А какие цели у современной экономической теории? Одна из целей – личное обогащение индивиду в короткие сроки и поддержание высокого статуса потребления, сохранение этого статуса. Либо теории, которые направлены на обогащение какого-то корпоративного меньшинства. И тоже, соответственно, на поддержание своего высокого социального статуса. А есть теории, которые направлены на то, чтобы честные труженики, которые действительно честно трудятся, были обеспечены жильем, здоровым питанием, медициной, образованием, отдыхом, всем необходимым. То есть в основе любой экономической теории лежат цели и задачи, которые нравственно обусловлены. Потому что те люди, которые пишут экономические теории, они пишут их под какие-то цели, исходя из своей нравственности и понимания происходящих процессов в мире. Чему провела нынешняя экономическая модель? Можно долго спорить, здесь есть разные мнения, какая должна быть экономика плановая, или либерально-экономическая конвергенция этих экономик. Но результат сейчас такой, что плачевный результат. Потому что либерально-экономическая экономика привела человечество в тупик цивилизационный. Потому что сейчас все больше и больше и больше мы загрязняем биосферу планеты Земля. То есть идет потребление пластика. Говорят ученые, что когда копают нас, там скажут, что был каменный век, это бронзовый век, а вот это век пластиковых бутылок. То есть мы сами загрязняем свою среду. Но надо же думать и о детях, и о внуках, как они будут жить. А в обществе бытует такой подход. А они там что-нибудь придумают. Нам сейчас это выгодно, а они что-нибудь придумают. Более того, вы знаете, что сейчас в каждый технический прибор есть запланированная поломка в течение 3-5 лет. То есть либеральная рыночная экономика направлена на извлечение максимальной прибыли. Но они не считаются с тем, что природные ресурсы кончаются. Они не считаются с тем, что невозможно обеспечить процветание общества постоянно, когда ломаются товары и выпускаются новые, новые, новые. Общество потребления. Общество потребления. Вы правы. Совершенно верно. Мы говорим о том, что, слушайте, ребята, должна быть техника, конечно, эргономичная, но она должна служить много лет. Она должна служить много лет. То есть зачем нужны одноразовые ручки? Ну, мы же загрязняем, да, окружающую среду. И это вопрос очень серьезный. Спорить можно, но хотим мы этого или нет, мы придем к тому, что что-то придется не выпускать. А вот это вопрос следующий. Вопрос следующий. То есть в конце общественной безопасности предлагается разделить спектры производства на две части. Одна часть – это деградационно-паразитарные товары. Вторые товары – это демографическое обусловление. Что такое демографическое обусловление товара? Это те товары и услуги, которые не вредят ни биоцинозу, ни человеку, соответственно, в преемственности поколений, которые делаются из восстанавливаемых ресурсов. А деградационно-паразитарные – это как раз я о чем говорю, что это вообще неправильный подход по производству пластика. Ну, здесь, кстати, на самом деле можно вот этот перечень товаров-услуг, вам там самим подумать, туда включите. Мы пойдем дальше. Но вот это разделение будет необходимо сделать. Либо тогда псевдо-социализм. Если вы следите за политической ситуацией, сейчас уже становится понятно, что проект капитализма будет свернут. Сейчас на повестке дня стоит очередной псевдо-социализм. Когда корпоративное какое-то меньшинство, как в советское время было после смерти Сталина, будет пользоваться всеми благами, которые есть, народ будет получать по остаточному принципу. То есть, если мы будем строить так называемое толпу элитарного общества, когда есть элита и толпа, тогда можно сохранить два спектра производства. Оба. Чуть-чуть. То есть, чуть-чуть народу, а весь остальной спектр, включая деградационно-паразитарный, может оставаться элитарным. Но мы против этого. Концепция общественной опасности против этого. Фактологический приоритет еще более сильный. Еще его называют идеологический приоритет. Вот если человеку привить какую-то идеологию, он готов не только работать на вас, он готов за ней умирать. Его не надо спаивать, его не надо завоевывать военным путем. Не надо его либо подкупать, либо наоборот опускать. Достаточно привить ему идеологию. Мы такие идеологии с вами знаем по истории. Это христианство, это ислам, это марксизм, национал-фашизм и многое. Но это в конце концов и «Зенит», «Спартак». И в нужный момент людей, которые подсели на идеологию, их можно столкнуть, спровоцировать столкновение и получить от этого выгоду. Я недавно смотрел передачу, где рассказывали про бизнес с Батуриной. Я, насколько помню, она начинала, что у нее был пластиковый завод. Так вот намеренно сталкивали фанатов ЦСКА и «Спартака», подкупали руководителей фан-клубов, ну, может быть, не самих руководителей, а там провокаторов, для того, чтобы они специально во время столкновений срывали пластиковые стулья, которые выпускал Абатулин. Один стульчик там стоил то ли 100 долларов, то ли 150, и таких стульев они срывали там по 300, по 400 штук за каждый матч. То есть просто привели одну идеологию, вторую лохов сталкивают, третий получает выгоду. Вот что такое идеология. Очень много сетевых компаний, которые занимаются распространением всяких биологически активных добавок, таких много, у них же тоже там целая идея, мы спасаем мир, ребята. То есть вы будете кушать наши добавки, вы будете здоровы. То есть я с такими людьми встречался. То есть идеологический предыдь еще мощнее. Хронологический приоритет. Второй. Еще его называют историко-алгоритмическим. Конечно, о нем можно рассказывать долго, но я вот так вот постараюсь ему по истории России. Кто написал историю России? Историческая наука в России была создана, примерно, в 1750-х годах. Ее сделали немцы. Байер, Миллер, Шлёцер. Байер даже не разговаривал на русском языке. Говорят, это ему не мешало, а наоборот помогало. К примеру, то есть вот, чтобы вы поняли уровень понимания этих людей, Байер говорил, что русское слово «девушка», «девочка» происходит от немецкого слова «сука». То есть вот эти люди формировали нашу историю. В той же Академии наук, соответственно, был Ломоносов, который был ярым противником той истории, которую они там напридумывали, того исторического мифа, на базе которого мы живем. А какой это исторический миф? Недавно его еще раз повторил патриарх Кирилл. Он сказал, а кто такие были славяне? Это были варвары, которые болтали что-то на понятном языке, это были звери, это были люди второго сорта. У вас, у русских, ничего своего нету. Вы были зверьем. Пока не пришли умные шведы, пока не пришло христианство византийского типа и не дало вам культуру. У вас не было ни письменности. Слушайте, в конце концов, князья не ваши, все цари, немцы по крови, марксизм тоже не ваш, марксизм это западная научная философская мысль. Это же не мы придумали, но и капитализм тоже не ваш. Вы, если честно, народишка это ни к чему. Вы ничего не можете. Социальные проблемы очень сильно ударили по коренным народам Севера. Вот скажите, пожалуйста, все-таки каким образом русская православная церковь выражает свою позицию к коренным народам Севера и к их защите? Православная церковь в своей истории, в своем предании имеет замечательные имена. Это имена святых равнопостных Кирилла и Мефодия. В каком-то смысле мы церковь Кирилла и Мефодия. Они вышли из просвещенного греко-римского мира и пошли с проповедью к славянам. А кто такие были славяне? Это варвары? Варвары. Люди, которые говорят непонятные вещи. Это люди второго сорта. Это почти звери. И вот к ним пошли просвещенные мужи. Принесли им свет Христовой истины. И сделали что-то очень важное. Они стали говорить с этими варварами на их языке. Они создали славянскую азбуку, славянскую грамматику, славянский язык. И на этот язык перевели слово Божие. И вот если под таким углом преподавать историю детям, а она именно под таким углом и преподается, то вырастает целые поколения, которые, ну как называется, западнофилы, которые во всех своих мыслях направлены назад, что Запад, вот там люди. Нет секрета, что у русских людей есть преклонение перед Западом. Это пошло оттуда. И вот Ломоносов боролся с Байером как мог. Есть еще вот люди, которых вы, может быть, фамилии больше никогда не услышите, только от меня. Вот эти Поляков, Носов, Попов, значит, Шишкарев, вот они были вместе с Ломоносовым, они создавали русскую историю. Там произошел конфликт в Академии наук, да. Ломоносов даже кому-то из них нос сломал. Возможно. Возможно. какая-то вот из какого-то из этих немчиков он для того, что он носом сломал, чтобы он там спорил. Еще вопрос. А вот Ключевской вот там, да, Писоловьев? Ключевский это более позже. Сейчас, 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 сейчас я расскажу. Милиц тоже люди пытались историю написать. Я расскажу. Но вот эти фамилии, которые я перечислю, там, Гаврилевский, по-моему, вот эти люди вместе с Ломоносовым отставили русскую историю. Их всех посадили. Их всех жестоко пытали и большую часть из них казнили. Остальных отправили в Сибирь. Мало кто знает, что Ломоносов за это же был посажен в тюрьму на 8 месяцев и был приговорен к смертной казни Елизаветы. Но, так как назревал очень большой скандал, его помиловали. И мы живем на базе, на базе исторического мифа, о том, что славяне никчемный народ. А между тем, многие историки, которые занимаются более серьезно этим вопросом, они говорят, а вы знаете, в чем отличались русские от других народов? От тем, что рабства не было на Руси. Вот любой историк, чтобы он не говорил, а рабства на Руси не было, ни в какой форме. А во всем мире было рабство. И вот отсюда идет как раз вот это загадочная русская душа, тяга к свободе, к справедливости, к справедливому жизнеустройству. Это в генетике русского человека осталось. Надо сказать, что вот есть некая подмена понятий славяне-русски. У нас есть понимание, что русское, слово русский, Русь, Русы появилось раньше, чем слово славяне. Но это отдельная тема, она спорная, есть можно дискутировать, разговаривать, но у нас есть такое мнение. Причем я не хочу выглядеть маргиналом, как некоторые, которые рассказывают, что вы знаете, а там русский 20 тысяч лет, да? То есть нет. Кстати, что еще интересно. Я был удивлен, я зашел на сайт Московской Патриархии, и значит, в честь дня рождения князя Владимира, который принял христианство, там статья и сказано, что в 5-6 веке славяне, то есть русские, русы, верили в одного единого бога. Вот. И у них не было никаких жертвоприношений. Это на сайте Патриархии. Ну, кто-то, видимо, случайно допустил. То есть, была культура у русских, была цивилизация своя. Надо сказать, что, вот есть тоже неоспоримый исторический факт. Шведы, знаете, как называли, викинги, знаете, как называли Русь? Гордарика. Страна городов. У них тогда было три деревни. Ну, что, какую культуру они могли к нам привнести? Викинги. А почему вступили из-за Байера? Да, за Миллер, Шлёцера. А кому выгоден исторический миф о никчёмности русских? Господствующей идеологии христианской. Я не хочу не оскорбить ничьих чувств, кто верующий. Я рассматриваю с точки зрения историка. С точки зрения управления, в первую очередь, вы правы. Поэтому исторический протест гораздо сильнее, чем все остальные. Гораздо сильнее. Первый приоритет самый сильный методологический или мировоззренческий. Чем он характерен? Он характерен тем, что можно привить мировоззрение людям такого типа, которое будет работать на вас. Идеология от мировоззрения отличается, я скажу позже, чем. Когда мы говорили об управляемой глобализации, которые как минимум три тысячи лет, по нашему мнению, почему мы сделали такие выводы? Потому что историки, религиоведы говорят, что Ветхий Завет, Библия, безусловно, вышел из Египта. И, скорее всего, создателями Ветхого Завета были древнеегипские жрецы. Эти люди были достаточно наблюдательными, образованными, возможно, одни из самых образованных людей того времени. И они понимали, что на шестом проритете невозможно покорить весь мир. Невозможно всегда побеждать. То есть, рано или поздно Египет в какой-то войне может проиграть. А что тогда произойдет? Самое страшное произойдет для них, что придет другая жреческая власть. И стал вопрос как у управленцев. А как устойчиво в прямом состоянии поколений обеспечить себе высокий социальный статус, высокое потребление и безопасность? В прямом состоянии поколений имеется в виду не реинкарнация себе, своим детям, внукам и так далее. То есть, там управленческий вопрос. И тогда они решили, что самый лучший способ управлять людьми это управлять от имени Бога. Взять на себя функцию Бога и написать такую теорию, которая будет на уровне мировоззрения давлеть над людьми. Был написан Ветхий Завет. Не сразу. История написания Ветхого Завета растягивается на сотни, а кто говорит, на тысячи лет. Ну, это вот по версии там иудеев. Но смысл такой, что была задумана концепция. Концепция, как я сказал, порабощение людей от имени Бога. Вот вообще может быть всего две концепции в социологии. То есть их может быть много, но в предельном обобщенном виде их всегда всего две. Одна концепция, где признается открыто или в скрытой форме эксплуатация человека-человеком. Паразитизм одних над другими. Они пошли соответственно по этой концепции. Вторая концепция или другая концепция, где не признается паразитизм над людьми. А если он есть в обществе, то он искореняется. Вот был создан Ветхий Завет, как я сказал. Многие говорят, не надо это рассказывать. Люди есть верующие, всякое бывает. Но для понимания процесса я все-таки расскажу свою точку зрения по Ветхому Завету. Вот я не даром сказал, что по названию книгу все знают, по содержанию Ветхий Завет почти никто не знает. А что там написано? Там есть некий персонаж, который именуется Яхве, Адоная, Егова. По-русски Бог переводится. Этот персонаж объявляется с одной стороны любовь, добро, честность, радость, справедливо, все то самое лучшее, все те самые лучшие чувства, которые мы с вами знаем. С другой стороны этот персонаж приказывает убивать и убивать беспощадно всех. Когда я готовился к лекции, мне сказали, Сергей, чтобы тебя не завалили этими вопросами, выпиши эти цитаты из Битлии. Слушайте, ну просто откройте книгу Иисуса Новин. Не надо ничего выписывать. Убейте всех, никого в живых не оставляйте. Вот четко как Гиммлер, как мы решим вопрос, убьем всех женщин, детей и мужчин. И Егова, убейте всех мужчин, женщин, детей, верблюдов и волов. Красный нить, убейте, никого в живых не оставляйте. Есть более извращенные мысли. Бог Яфе говорит евреям, попроситесь пройти через Ханинянское царство, а я ожесточу их сердца, чтобы они вам отказали, а за то, что они вам откажут, вы их всех убьете, никого в живых не оставляйте. Это уже извращенная логика. И вот этим пичкали евреев. Вот ребенок рождается, его с детства пичкают. Вы богоизбранный народ. Вообще, Гитлер был конечно далеко не первый. Кто знает, Майнкапфин часто ссылается на Библию. Я очень сожалею, что Майнкапф запрещен. Сожалею, почему? Потому что, ну дайте прочать, что там написано, чтобы понимать, что он там писал. А он там, между прочим, писал очень интересные вещи. Я читал. Читали, да? Много интересного и было бы познавательно для людей. Гитлер не первый, кто придумал расовое превосходство одной нации на другую. Расовая доктрина прописана в Ветхом Завете. И задача евреев была распространять вот эту концепцию. Но это одна сторона вопроса. Вторая сторона вопроса. Еще более интересная. А что, рабство порицается в Ветхом Завете? Да нет. Рабство вообще никак не порицается. Рабство признается нормальной вещью. А что, другие не дети Божьи, что ли, что только евреи дети Божьи? То есть, в этом плане христианство мало чем отличается. Ну, во всяком случае, то исторически сложившееся христианство и та редакция Нового Завета, которую мы с вами имеем. Что говорит апостол Павел? Рабы повинутись господам своим не только видимо, но и с усердием как Господу нашему Христу. Рабство не порицается. Концепция паразитизма одних над другими работает. Вот люди рождаются в этой культуре, а культура это продолжение концепции. Вначале концепция, замысел, потом культура, потом наука. Тоже на базе концепции. И историческая наука, и экономика на базе этой концепции. Концепция первая причина. И люди, рождающиеся вот в этой концепции, они даже не видят других альтернатив. Это вот рамки. Рамки. Ну вы что, вы что издеваетесь? Какое справедливое мироустройство? Такого не бывает. Это утопия. Вернемся к экономическому предмету. А сейчас не утопия. Сейчас человечество себя само уничтожает. Вот в 44-м году был такой ученый, советский академик Дубинин. Он в Воронеже проводил эксперименты, замерял популяцию мушки-грозофилов. И в 46-м году замерял. Но в 44-м году было все разрушено. Не было ни предприятий, ни фабрик, ни заводов. Ничего. Война. В 46-м году уже работали заводы, ездили автомобили. Так вот, популяция резко уменьшилась. И он же это, Дубинин, доказал, что геном человека в 10 раз чувствительнее, чем геном мушки-грозофилов. У меня двое детей. Слушайте, ну, все, кто рожает детей в Петербурге, крупных городах, знают, что 9 из 10 уже с аллергией. Здоровые дети уже уничтожаются. Мы сами себя уничтожаем. И вот это есть утопия. Это есть утопия. Вот тот путь, та концепция библейская, кстати, которая заканчивается. Чем библейская концепция? Заканчивается апокалипсис. Гейм-мойер, конец всем. То есть, программируется на апокалипсис, на безвыходность, что других вариантов нет. Нет. Нет другой концепции. Правильно. Игорь Владимирович, спасибо, что вы сказали про еще один важный момент. Социологическая доктрина в ветком зрите какова? Основная, самая, пожалуй, важная. Идею в рост не давай. Ни серебра, ни хлеба, ничего другого. Иноземцу давай в рост. Это второзаконие Исаия. И будешь править над многими народами, они над тобой не будут. И будут открыты врата царства Израилевой днем и ночью, и цари других народов будут нести тебе свои дары, а те, кто откажут тебе подчиняться, будут совершенно истреблены. то есть это доктрина скупки мира на основе ростовщичества. Вы, предприниматели, для вас не секрет, что сейчас самые мощные транснациональные корпорации, самые выгодные бизнесы это ростовщические. Это люди, которые ничего не производят, которые вытаскивают деньги из экономики, которые порождают инфляцию. У нас есть миф, есть миф о том, что чем выше ставка рефинансирована, тем больше инфляции. Но мы же знаем с вами, я тоже предприниматель, мы с вами знаем, что судный процент всегда забит стоимость конечной продукции. Чем больше судный процент, тем больше стоимость конечной продукции. Вот недавно в Совете Федерации главу Центробанка там разносили, Игнатьева, он там что-то непонятное мычал по поводу вот, говорит, снисти инфляцию, и тогда мы понизим ставку рефинансирования. Но это, знаете, это похоже на то, что можно сказать, что деревья качаются, потому что ветер дует, а можно сказать, ветер дует, потому что деревья качаются. То есть вот такая же логика. То есть основная социологическая доктринь это была скупка мира на основе ростовщичества. Это сейчас и произошло. Это сейчас и произошло. Самые крупные транснациональные корпорации, это не секрет, главы этих транснациональных корпораций являются иудеями. Иногда христианами. Вообще, потому что эта концепция всеядна. Она всеядна. Что еще интересно? Интересно то, что иногда спрашивают, ну хорошо, ты все рассказываешь, очень интересно, а я атеист. Я не живу в рамках этой концепции. Вот эти все еврейские сказки оставьте для верующих, а я не подвержен этим сказкам. Я атеист. Так вот, секрет этой концепции в том, что и атеист тоже в рамках этой библейской концепции. Почему? Потому что атеизм бывает двух видов. Есть идеалистический атеизм, есть материалистический атеизм. Идеалистический атеизм говорит, Бог есть. Ребята, Бог есть. Приходите к нам, мы вас научим. Мы будем посредниками между вами и Богом. Но при этом они столько клеветы на Бога наводят. Вот как я привалил примеры, мы считаем, что это не Бог. Если честно, это, наверное, сатана. Хотя я не верю в ситуацию сатаны, но по сути это сатана, когда говорит, дети, убейте, 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 убейте. Вот эта мерзость просто Ветхого Завета по-другому не назовешь. А другие говорят, Бога нет. Бога нет. И что нам предлагают? Альтернативу. А в альтернативу нам предлагают, как правило, марксизм. Философию марксизма. Диалектику марксизма. Ну вот в институтах до сих пор преподают, ну и, видимо, будут еще долго преподавать, диалектику марксизма. Причем, часто не упоминая, просто есть диалектика, да, вы, наверное, знаете, есть три закона диалектики. Что такое диалектика? В современных словарях написано, диалектика наиболее общий закон о развитии природы. Простите, эволюционного процесса и исторического процесса. А на самом деле, раньше диалектика диалектикой называлась вот такой методологический подход постановки вопроса, грамотной постановки вопроса и ответа на этот вопрос. То есть диалектика это некий диалог у человека с самим собой, но не с самим собой, вот диалог поиска вопроса и ответа на него. Вот это диалектика настоящая. А марксисты загнали диалектику в какие-то три закона. Если будет время, я о них расскажу чуть-чуть попозже, о диалектике марксизма. Но там основная суть, что диалектический материализм, несмотря на то, что он заявляет о том, что эксплуатация человека недопустима, марксизм заявляет, на самом деле, это имитационно-провокационное учение, в которое по умолчанию эксплуатация человека человеком остается. Останется время, расскажу. Сейчас вернемся мы к методологическому методу, к мировоззренческому. А как сделать так, чтобы люди не поняли, что мы им управляем? Ну, понятно, что мы с рождением далбили им какую-то религию. Понятно, что мы должны скрывать знания, знания о том, как устроен мир на самом деле. И вот около ста лет назад была такая книга Водовозова, который написал, что, между прочим, знания левитов, а левиты это одно из корен рода Израилю, там 12 колен, и левиты считаются самыми крутыми. Только они могут быть первосвященниками. По нашему мнению, вот как раз древнеегипетские жрецы и скрылись вроде левия. Кто не знает, у них есть еще такая интересная вещь, то что Ветхий Завет, это да, это одно, но было еще устное предание, данное Моисею на горе Синай, а вот устное предание знают только левиты. И что сказал левит, и должен исполнять. И Ветхом Завете неоднократно не исполнил приказание левита смерть. То есть даже нигде не написано. Только через устное предание, а устное предание знают только левиты. Так вот, водовозов что сказал? Что у них были другие знания о том, как устроены мироздания. Вот нас всех пичкают с детства, что первичные категории мироздания материя, энергия, пространство и время. И вот на основе таких знаний мы строим всю свою науку. А у них были другие категории. Материя, информация и мера. Другие кирпичики мироздания. Это сложная лекция. Я только ее озвучу, потому что Игорь Иванович просил озвучить, я ее только озвучу, чуть-чуть постараюсь раскрыть. Но мне для понимания полноценности, скажу честно, понадобилось года два, чтобы это прочувствовать. Вкратце, вот материя. Вот этот телефон материален. Есть информация, образ. По-русски информация это образ. То есть смотрите, Марс говорил, есть только материя, больше ничего нет. Но вы сейчас закройте глазки, и вы можете представить этот телефон. Материи нет, но вы же можете его представить. То есть есть информация об этой вещи. И эта категория мироздания объективно существует. И вот ученые последние лет 15-20 стали признавать, да, информация действительно объективно существующая категория в мироздании. Вот у меня ребенок учится в школе, правда, еще по младших классах, но я видел учебники старшего класса. Там материя, энергия, пространство и время. Хотя уже ученые признали, информация объективно существует. и мера. Эта вещь размерена. Что такое мера? Это самый сложный вопрос. Но это вся полнота знаний об этой вещи, то есть ширина, плотность, из какого материала она сделана, как расположены атомы, молекулы. И это в том числе матрица возможных состояния этой материи. Ну то есть как объяснить? То есть вот если я допустим сейчас вот этот телефон ударю парту, ну отсюда же не хлынет вода, не хлынет, потому что в матрице этой материи нет этого. То есть есть некая матрица упорядочности материи. Я постараюсь рассказать через диалектику марксизма очень вкратце. Да, если я возьму мелок, диалектика на самом деле Гегеля, Маркс немножко переработал. Вот есть глобальный эволюционный процесс. Что это такое? Ну вот появилась земля, появилась водичка, молекулу первую. То есть эволюция. В этом глобальном эволюционном процессе появился человек. Это глобальный исторический процесс. То есть глобальный исторический процесс начинается с появления человека. И тоже идет развитие. Вот Марс говорит, что вот это развитие эволюции и история развивается по трем законам. Три закона диалектики. Первый закон. Единство и борьбы противоположностей. Ну не знаю, как это называется. Единство и борьба противоположностей. Пускай так. Первый закон. Я расшифрую их. Второй закон. Переход в количество в качественное. Взаимно обусловлено с качеством и количеством. Переход в количество качеств. Третий закон. Закон отрицание отрицание еще раз напомню это до сих пор официально диалетика то который учат в институтах школах и так далее не ссылаясь часто не ссылаясь на маркс ну в школах то ничего понятно раскрываем эти законы скрываем эти законы детстве выбора противоположность в основе любого развития и есть что-то общее есть борьба противоположности пример в истории россии семнадцатый год единство русский народ противоположности белое движение красное движение вот в результате этой борьбы противоположностей до развивается история то есть должна быть на борьба кто-то должен с кем-то бороться переход количественное в качественное ну я очень так условно у красной армии 100 солдатиков у белый 100 у красный 200 качество меняется они побеждают белых да все понятно то есть переход количественное в качестве и третий закон закон отрицания отрицания вот этот закон немножко посложнее но если просто он вы что развитие происходит таким образом что все новое отрицает старое то есть вот идет постоянно отрицание 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 вот появилась новая система в этой системе возникли новые противоречия до пошла борьба в итоге как борьба абсолютно опять кто-то побеждает новая система и опять пошло то есть вот тут вот если честно называется вот эти вот законы сейчас на ней в общем-то не подвигаются как созидание что делать если зачем что-то задать когда потом ветер истории все разрушит это вот как экисиасты из известного завета там все суета и томление духа так вот чем ловушка этой философии а на основе этой философии выходит соответственно и экономика марксизма историческое видение марксизма хазин вы знаете экономиста хазин он сказал что марксистский проект это красный проект это светская форма библейского проекта почему потому что человек который которого не напичкали ветхим новым заветом понимает что в мире всегда идет борьба для развития нужна борьба марксистское определение какое какое он вел определение существует разделение труда слушайте если мы хотим созидать то должно быть общественное объединение труда они общественное разделение потому что ведь вот правильно называть свои вещи именами очень важно дату дедовщина в армии это не дедовщина это уголовщина простите это разные вещи я служил на флоте я знаю что такое дедовщина и уголовщина у нас все называется дедовщина да то есть надо называть вещи своими именами поэтому получается что если мы хотим вместе что-то созидать это не разделение труда это общественное объединение труда для выдачи какого-то конечного продукта или результата вот постараюсь объяснить меру маркс был не дурак он скрыл меру вот эту активную категорию мироздания объясню почему вот он говорит да значит есть обусловлен из количества и качества сюда вот у нас есть строй солдат 100 солдат есть конница вот какая ситуация если 100 солдат ставят шеренгу или две шеренги не важно мы направляем не конницу конница уничтожит это подразделение а можно сделать по-другому если кто читал война и мир а я думаю вы читали и смотрели фильм вы знаете что есть такой боевой порядок каре это когда эти 100 солдатиков рассыпаются в группы встают на колено выставляют да вперед штык и когда вырезается конница и врезаться некуда ее со всех сторон атакуют те же 100 солдат но при таком боевом порядке они уничтожат конницу а где здесь обусловлен из количества и качества количество осталось тоже а качество кардинально поменялось потому что из мера упорядоченность материи вот примерно вот я надеюсь станет чуть-чуть понятно что это у маркс не знал это это 150 лет назад не было известно что есть такая обусловлен или маркс никогда не видел свою фотографию или в зеркале себя не видел когда брился ну в зеркале же не маркс а его информация образ и на основе этой философии невозможно построить коммунизм я усмоляю какой коммунизм когда он говорит наша цель коммунизм хочу дальше отрицание коммунизма закон это работают диалектики марксистский и этим самым мы программируем со школ он у нас института мы программируем людей мы программируем людей вот такой философии а эта философия не созидательная на основе ее не построишь действительно коммунизм коммунизм не в плане марксизма мы понимаем как коммунизм то общество где труженик честно трудится и никто не паразитирует на его труде ну кто-то называет это царствие божие на земле не на небе на земле вот христианство обещает там потом знаю вот это конечно такой подход очень я вот еще раз скажу подход конечно неправильно несколько лет назад убили священника сессою может слышал о нем да мы слышали было резонанс на убийство я я ческать не знаю историю убийство но вы знаете вот есть видео где человек который решает концепция общественной безопасности его спрашивают вот грит знаете нас вот ребята которые ну которые изучают концепция обвиняют в чем том что мы говорим что бесполезно бороться на этой земле за счастье людское строить справедливое общество это же не так что стоит так ведь а чё бороться этот мир гостиница вот вы это надо быть дураком чтобы в гостиницу прийти и наводить порядок мы завтра отсюда съедем поэтому чего наступать душу спасать единственный выход у меня есть лучший друг с которым я уже дружу примерно 20 лет да он сначала был неверующий я ему пытался рассказывать о том что имеется что имеется что имеется дуга саридом читался он начитался в том но сомна такая концепция что давай вроз врагам своим а ближнему своему деньги в рост не давай и в мире все на это построено и он сейчас утверждает что и современное православное христианство оно тоже созданы этими людьми чтобы нам запудрить мозги чтобы ну что мы все мы православные мы ищем себе всего чего-то там в другом мире а за счастье в нашем мире мы не боремся и вот я пытаюсь ему доказать что все это неправильно и неверно и ничего не получается а зря 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 доказать мы за счастье в этом мире не боимся и считаем что это абсолютно глупо бороться за счастье в этом мире больше глупости чем бороться за смерть счастья в смертной мире ты когда ты можешь уйти буквально сегодня и больше сумасшествия просто не могу представить это глупость понимаете бороться за счастье в том мире на эти бороться за счастье в гостинице а тут я сегодня съезжать вот что касается заговором эти но есть такая есть такая болезнь паранойя она хорошая болезнь такая вот вот что касается очень простую вещь здесь надо писать вопрос по-другому сказать так вопрос на сказать есть бог или нет вопроса часто другом логика очень простая мы идем мы христиане понимали что есть такое что религия строится что же на чем лидит и восстановление связи кого бога или человека или человек приходит до духовных существ так во первых есть бог или нет если есть бог создатель вселенной который создал мир могуществом своим да кто создал человека который управляет им он то очевидно если сознательский вопрос он о себе что-то открыла и не открыл а вот вариант такой или если не открыл то не открыл почему то что у него был слобой маму и муза или ему не хотелось правда ну клади столь или он не мог или просто не хотел по причине там зависти злобы ненависти понята да почему или он открылmani открыл то где откровение которого додно богу оно но очевидно не может быть в маленькой группе. Раз Бог всех, Бог всех, то откровение должно быть для всех. Христианин говорит, да, Бог открывает себя всем, мы знаем через совесть. Это общее откровение Бога. Но есть откровение Бога, но Бог подробнее о себе лично, Бог в личный контакт вступил с людьми или не вступил? Вступил. Где? Личный контакт у нас есть только один. Это Церковь Завета, Древнего и Нового. Все, проехали. А уже отношения рост, давать рост, не давать рост, как это понимать, это совершенно десятая вещь. Дело в том, что, можно сказать так, а почему давать деньги в рост плохо? А почему это плохо? С точки зрения счастья на земле очень даже хорошо. Понимаете, банкир же очень неплохо в смысле счастья на земле, так ведь? У них неплохо устроено, согласитесь. Если уж бороться с счастьем на земле, то, конечно, лучше начать с себя. В этом смысле, конечно, эта логика, она идеально в это подходит. А если говорить про бездравственность, какая нравственность, если Бога нет? Если Бога нет, то все позволено. Чистая логика. Нет, нет, но он, в принципе, утверждает, что Христос выиграл, он признает его за Бога, но он считает, вот, современный, что изначальное учение Христа было искажено, и что мы сейчас учимся по такому-то подобному. Следующий, да, вопрос. Неужели Бог настолько слаб, что не смог сохранить свое учение? Слаб он или он или слаб, или завистлив, или глупый? А как раз вот, спасибо. Ну, я прошу прощения, может, это жестко съехало. То есть, какой вопрос, такой ответ. Как хотел, так и получил. Но это, на мой взгляд. Потому что на такие вопросы нельзя уклоняться, и нельзя лукавить на такие вопросы. Когда задается вопрос, когда человек искренне задает вопрос о справедливости, уклоняться нельзя, и лукавить нельзя. Потому что вы, как предприниматель, знаете, что всегда есть обратные связи, неважно там. То есть, они вообще, объективно, вот эти обратные связи, они существуют в мироздании вообще. И в бизнесе, и просто в этике взаимоотношений людей. Можно рассмотреть еще один вопрос. Вот, когда мы говорили о смысле жизни, здесь богословский блок, можно рассмотреть богословский блок, а можно рассмотреть проще. У человека есть, генетика в человека заложено многое. То есть, есть генетически заложенный потенциал человека. Или он называется генетически обусловленный потенциал. То есть, вот эта вот базовая часть, а остальная настройка, это информационная настройка, адаптивная часть. У человека существо информационное, да? Вот. Вот, чтобы управлять, чтобы управлять по библейской концепции был в свое время все-таки дан зеленый свет технологиям. Как вы знаете, вначале на технологии был запрет потом дали зеленый свет, а потому что было сложно управлять. То есть невозможно было эту концепцию управления, глобализацию провести без технического прогресса поэтому был дан зеленый свет но при этом мы-то говорим что человек должен осваивать тот генетический потенциал, который в него заложен Вы знаете, слышали такие случаи, когда женщины могли машину поднять, если ребенок под нее попал. Вот в экстремальных ситуациях люди могут целить друг друга общаться на расстоянии как-то телепатии. То есть что-то в человека заложено. И вот культура должна быть такая, которая будет развивать это У нас культура развивает, как раз пошла по технократическому пути. Нам всем создали костыли То есть мы живем в технократии. Сейчас выключат компьютер и будет коллапс Слушайте, ну мы же люди в конце концов, да? То есть мы можем что-то другое придумать Но я еще раз говорю, что вот вопрос о цивилизации это разные вещи. Цивилизация цивилизация это не техническая сторона Цивилизация это народы Народы, которые объединены смыслом жизни Вот почему мы говорим, что Русь это цивилизация Чем отличаются друг от друга цивилизации? Смыслом жизни Основное отличие смысл жизни У русских не было рабства И смысл жизни русских был это построение такого жизни строя в котором нет рабства и в котором этика взаимоотношений между людьми не допускает этого И вот заметьте, у русского народа всегда проходит красную нитью слово справедливость Вот на Западе справедливо то, что законно Вот, кстати, про виды власти Давайте поставим слайд И про смысл жизни расскажу Это очень-очень нам сейчас много Виды власти Вот, картинка виды власти Значит, смотрите, нас учат, что есть Власть законодательная Судебно-исполнительная Законодательная, соответственно, пишет законно-исполнительная Смотрит за исполнением Ну, а судебно наказывает, да, в случае того, что Исполнили, не исполнили Но вопрос, почему в советском время В советское время Законы писались одни, а в России там противоположны Да? Ну, потому что разная идеология На самом деле есть еще и идеологическая власть И она выше законодательно-судебно-исполнительной И вот о чем мы говорим Что на Западе что законно, то и справедливо Но исходя из чего пишутся-то законы Исходя из какого-то идеологии Интересно Да, вы правы Ну, а самое высшее концептуальное Замысел, опять же Если эксплуатация человека человеком Да? То, соответственно, такая идеология Идеология это фантик для концепции Ну, не могли же сказать древнеегипетские жрицы Ребята, мы хотим вас всех Вас здесь поработить и управлять Нет, надо было сделать красивый фантик Этот фантик стал для кого-то иудаизм Им обещали Вот вы, иудеи, здесь сейчас при жизни получите Другой фантик для христиан При жизни не получите Но после смерти получите Да? Потом фантик марксизма Провокационное учение Кстати, Сталин в 52-м году В своей работе экономической проблемой СССР Он раскусил марксизм Он написал, что Он написал, что марксизм фактически несостоятельен Вот, значит, чем учают цивилизации? Смыслом жизни То есть, вот здесь правильно сказать Общинность Общинность, справедливость Русь Ведический Восток Вот на Ведическом Востоке Бога как такового нету Вот там есть некий универсум Вселенский разум Коллективный разум И какой смысл жизни Какая философия на Востоке Ну, вот эти четыре золотые истины Простите, я могу, что у вас три, может, четыре золотые истины будут Первое Весь мир страдания Нормальный посыл для рожденного ребенка? Ребенок рождается Расскажите мне про смысл жизни Весь мир страдания, дружок Вот Второе Надо Надо избавиться от страдания Рождение Страдания Смерть Страдания Жизнь Страдания Ну, все страдания Надо Надо избавиться от страданий Надо сбежать с этой земли С помощью медитации Вырваться из колеса сансары Вспомним Вот Если ты родился еще раз на этой земле Значит, у тебя не получилось Твоя задача не родиться Вот если ты не родился Значит, ты правильно все сделал Вырвался Смысл жизни ведического Востока Смысл жизни западной цивилизации Если заметить Вот у них что? Вот медитация Я не говорю, что медитация это плохо Но Не в том виде Не для этого То есть Ну, простите меня Если Вот давайте возьмем за идеал Что должны с утра до вечера медитировать все Но кто будет деток лечить? Да? Кто будет на границах стоять? Ну, в конце концов Кто будет еду готовить? Кстати Я вспомнил Есть такое В исламе есть такое Пророка Мухаммаду показали Человека, который с утра до вечера молится Говорят, слушайте, он такой крутой Вот он с утра до вечера молится Мухаммад спросил А кто кормит его? Говорят, ну брат его Говорят, брат уже чем он? Да? То есть это к тому, что Все-таки Вот молиться Показуха Это вообще никакого отношения не имеет к религии Ну вообще Вот То есть Смысл цивилизации ведической Это сбежать с этого колеса санцами Смысл жизни западной цивилизации Западную цивилизацию еще называют Вот, кстати, материя и информация мира Вот восток Это цивилизация Именно Информации Информации, да Информации, правильно Запад Это цивилизация материи Запад придумал Вот почему мы говорим, что библейская концепция по всему миру? Вы меня когда-то спросите А что, на востоке что нет? Толпы литаризма? Там что, нет рабства? Что мне здесь про библию рассказывать? Вы правильно говорите? Там то же самое Там своя элита придумала свои религии Свои инструменты управления общим Но вопрос в том, что западная цивилизация Именно пошла по пути технократии Для завоевания, покорения всего мира И поэтому библейская концепция распространилась на весь мир И ведический восток, и Япония Они тоже попали в ловушку западной цивилизации И Китай Вот сейчас очень многие говорят Нам надо, как в Китае Ну слушайте, там такая беда с экологической обстановкой Но там просто беда Там 900 миллионов считается за чертой бедности Но мы еще хотим, чтобы люди опять бесплатно оттрудились И загрязнять экологию То есть этот путь тупиковый То есть запад материя Смысл жизни материальный Ну а Россия смысл жизни духовный Вот чем отличается цивилизация Ее традиционируют по концепции общественной согласности как мира Да, цивилизация, меры Русь действительно цивилизация, меры Мы на себя примеряем все Было язычество Ну то есть надо понимать Надо разделять язычество и делопоклонство Вот есть такое понимание, что язычество Это понимание того, что Бог разговаривает с людьми на языке жизненных обстоятельств Ну а как еще иначе? Ну не записки же он пишет На языке жизненных обстоятельств Вот все, что в жизни происходит, нравственно обусловлено И вот человек, исходя из понимания нравственности Может всегда примерно понимать, поступает он плохо или хорошо Но я говорю, это отдельная тема А идолопоклонство, это уже другая тема Это когда мы поклоняются там идолам Язычество на самом деле неплохое слово Но оно стало плохим, потому что историю пишут победившие Убедила христианская религия То есть вот чем отличается, вот еще раз, марксизм от иудаизма и христианства Тем, что философии бывают двух типов Есть философии цитатно-догматические, а есть методологические Что такое цитата-догматическая философия? Что-то в жизни произошло Листаем книги святых отцов и ищем ответ на вопрос, что нам делать В 19 веке, естественно, вся молодежь подсела на марксизм Они сказали, ребята, мы вам даем метод, три закона Ищите сами метод, развивайтесь Это уже философия методологическая И получается, что любое писание, оно мертво Даже на основе диалектики марксизма Можно было выйти, постараться переосмыслить И выйти, скажем так, к правильному пути, к правильной концепции Можно было Но что стало? Чем стал марктизм? Такой же цитатно-догматической религией Шаг лево, шаг право Отклонение, да, и все То есть запрещалось развивать Если написано так, значит, Маркс прав В 1953 году Сталина и убили Потому что он в своей работе «Экономические проблемы в СССР» Он отказался от экономики марксизма Он сказал, что она несостоятельна А если она несостоятельна, она вытекает из философии Из диалектики марксизма Сталин интересна отдельная тема И вот здесь говорили про большевиков Вот у нас есть четкое разделение Большевиков и троцкистов, это разные вещи Большевизм это воплощение Того идеала русских людей О чем вы говорили Почему назвали большевики и меньшевики? Хотя на самом деле говорят, слушайте, какой Ленин подлый, да? Ведь их же было меньшинство А назвали себя большевиками А тех было большинство Да потому что Ленинское меньшинство выражало Чаяние большинства народа Вот в чем отличие А меньшевики, которых было большинство Тогда в партии Выражали интересы буржуазной верхушки То есть У нас замазаны понятия И коммунизм, и большевизм Что все как будто это плохо Я говорю, коммунизм мы считаем, что это Тот жизнестрой, где труженик честно трубится Никто не прорезетирует на отруде То есть в этом плане мы коммунисты Ну вот в этом плане, да? Но не марксисты Я, кстати, вот хотел еще Наверное, последнее сказать про марксизм Я вот объяснял, что Единственная борьба противоположности То, что с детства людей учат А что мы предлагаем? Мы говорим, ну слушайте, если вы хотите, чтобы люди созидали Это общественное мнение труда, о чем я сказал И второе Это не закон отрицания-нетрицания А закон преображения Ведь какой основной вопрос философии? Это вопрос о предсказуемости последствий действий Мы так считаем Марсин читает, что первичный дух или материя Ну и как это помогает жизни То есть это вообще увод Увод в сторону Мы говорим, основной вопрос и в управлении, и в жизни Везде вопрос о предсказуемости последствий действий Это самый важный вопрос И мы говорим, что нужно не закон отрицания-нетрицания А закон преображения общества Во взаимодействии разнокачественностей Не единственная борьба противоположностей А взаимодействие разнокачественностей В этом взаимодействии, как частный случай Может быть и борьба противоположностей Ну вот опять же, 17-й год Ну что, там были только красные и белые Там был и батька Махнова был А он был ни за тех, ни за тех Свои интересы Ну и куда он здесь входит в борьбу противоположностей? Не входит он сюда Это взаимодействие разнокачественностей И более того Сейчас уже ни для кого не секрет Что подготовка Первой и Второй мировой войны Была спонсирована англичанами Вы, наверное, услышали, читали такие статьи Вот когда сознание направлено, что только противоположности Фашистская Германия, Средский Союз Подсознание подрезает какую-то вероятность, что есть еще третья сторона Говорят, да ну что вы, бред, говорите, какая там англия Как ничего она не спонсировала То есть мы предлагаем преображение общества в взаимодействии разнокачественности На основе внешней и внутри алгоритм Вот это наш вариант Но это только, вот как сказать Это ответ на диалектику марктизма Мы еще раз говорим Не может быть у диалектики законов Не может Диалектика это правильная постановка вопроса Надо уметь, вот надо так детей учить, чтобы они могли правильно задать вопросы И правильно на них отвечали У нас в школе детей учат чему? Не методологии, а фактологии Пичкают фактами, 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 фактами В концепции поставлен четкий вопрос Основной вопрос философии Это вопрос о предсказуемости последствий действий Это самый главный вопрос философии Если мы хотим, чтобы преемственности поколений Наши дети, внуки, правнуки Жили хорошо Ну и хорошо имеется ввиду Не там прозитировали на ком-то, да? А чтобы могли построить такой жизнестрой Который действительно будет справедливый Вот знаете, такой вопрос был В 90-х годах, 80-х Какой быть науке в 21-м веке? Вопрос надо ставить А для чего быть науке в 21-м веке? Вот для чего? Куда мы стремимся? Для чего мы хотим? Вот это вот основной вопрос Для чего быть науке? Какие цели ставит наука? Какие задачи? А соответственно А что-то будет понятно Какой быть науке в 21-м веке? Который уже настал Вот смотрите Ведь есть такое мнение Что один в поле не воин Один в поле воин Если война информационная То есть ты можешь изменить свою жизнь Жизнь близких вокруг себя Да Это не на всех действует На русских не действует такое Что один в поле не воин И один в поле воин Я об этом и сказал Ладно, ладно Да, я об этом и сказал А в других народах нету такого 17 июля 1941 года Сокольничи, Блискричево Обер-лейтенант 4-й танковой дивизии Вермахта Фридрих Хёнфельд Записывает в дневнике Вечером хоронили неизвестного русского солдата Он вел бой в одиночку Бил из пушки по нашим танкам и пехоте Казалось, бою не будет конца Храбрость его была поразительна Это был настоящий ад Танки загорались один за другим Пехота, прятавшаяся за бронёй, залегла Командиры в растерянности Не могут понять источник шквального огня Кажется, бьёт целая батарея Огонь прицельный В немецкой колонне 59 танков Десятки автоматчиков и мотоциклистов Бронемашины И вся эта мощь бессильна перед огнём русских Откуда взялась эта батарея? Разведка докладывала, что путь открыт Гитлеровцы ещё не знают Что на их пути стоит один единственный солдат Что и один в поле воин Если он русский Знаете, я ещё скажу про Центральный банк России У нас была экономическая тема Вы знаете, что Центральный банк России Это фактически филиал ФРС США Да, конечно Знаете, да? Я вот около... Да и не только я вот, наши соратники Мы несколько лет звонили на радио Вести ФМ, чтобы поменять на эту точку зрения На начале говорят, да, ну вы бред несёте Вот, вчера я когда последний раз дозванивался Сказали, да, мы знаем Мы постоянно об этом говорим Хотя... Хотя только это мы говорим Дозваниваемся Они вот старались эту тему замолчать То есть Россия тоже подросшим Конечно В уставе Центрального банка России написано Центральный банк России не отвечает по обязательствам государства России Россия по обязательствам Центрального банка Центральный банк России не имеет права давать правительству России деньги для наполнения бюджета У кого брать? У ростовщиков У ростовщиков Аналогичная ситуация была в Царской России Тоже очень интересная книга Есть только... Был такой генерал Нич Володов Вот он около ста лет назад чуть больше написал книгу От разорения к достатку Всем рекомендую очень хорошая книга он написал, смотрите 29 августа 1897 года высочайшим указом император Николай II влез в золотой стандарт инициатором был Сергей Юрьевич Витте, массов уже тогда в Германии и в Америке, которые вляпались туда, проходили парламентские слушания, говорят, слушайте, это самоубийство это самоубийство, где взять столько золота и вот он пишет ну вот смотрите, у нас есть русский лес русское железо, русские заводы русские мужи, в конце концов нам надо построить железную дорогу а Российская империя добывала золото примерно на 46 миллионов рублей а надо было там гораздо, гораздо больше но мы должны заплатить за все это золото где его взять? Рошильдер Акфеллер и он там показывает баланс Российской империи и сколько процентов мы должны заплатить ну слушайте, это кабала арабская он пишет, Россия фактически распродается потому что на мировой арене на мировой арене мы мало могли конкурировать да и по, ну у нас вот единственное зерно было да, вот зерно, а так мало могли конкурировать и вот все, что у нас было по дешевой бросовой цене вот Россия просто распродавалась отсюда, соответственно, и народ на родному нищему так они же попилили на 7 государств России да что-то о комбейнеру, что-то Ротшилле, что-то прошу кто алмазами занимается, кто золотом совершенно верно часть нашей территории должна была про Марсин, красный проект, это проект Ротшильд Ротшильд, Ротшильд, красный, Шильдик Шильдик вот это их задумка, красный проект когда пришли троцкисты к власти в 20-х годах нет, газ, деревья вот кто-то считает, что когда победили троцкисты в 21-м году, что все стало народно нет, пришли западные предприятия и все текло туда пока Сталин их не вычистил роль Сталина в истории у нас много исторических мифов вот если честно можно относиться по-разному у меня там прадедушка, прабабушка были репрессированы но есть четкое понимание что Сталин это была одна группа троцкисты это другая была группа и шла жесткая борьба Сталин был государственник за Россию он прикрыл интернационал что говорил Троцкий Россия должна быть хворостом для мировой революции что нужно было соответственно Ротшильдам их задача была сделать весь мир красным для управления потому что уже в 19 веке было понятно что капитализм ведет о том тупике о которой говорил то что то что уже тогда было понятно загрязняется экология и так далее то есть там ребята не глупые сидят это был их проект Сталин закрыл интернационал что еще Троцкий писал Троцкий писал что мы сделаем из русского человека такого белого раба которого свет не видел слушайте у нас столько поклонников Троцкого сейчас то есть но люди не читают много поклонников марксизма говорят слушайте нам надо вернуться к идеалу марксизма почитайте что Маркс пишет про русского он вообще был русофоб он реально был русофоб так вот Троцкийсты когда взяли власть все ресурсы потекли на запад Сталин это остановил как я сказал и шла борьба мы считаем что Сталин вот взял власть примерно только может быть к году 43 в стране но и то он ее не удержал и вот эти репрессии были почему в 37 году была изменена в 36 году если не ошибаюсь была изменена конституция Советского Союза да в 36 по-моему с Ленинской то есть была Ленинская конституция потом стала конституция Сталина значит у Сталина была проблема как избавиться от партии что такое партия партия это бюрократический аппарат который продвигает детей любимчиков которые хотят иметь высокий статус потребления ну все вот как по обычной пирамиде пошло номенклатура да номенклатура все то есть первое поколение оно еще вдохновляемой идеей дальше уже все это номенклатура Сталин реально не знал что делать с партией и в конституции 36 года прошу прощения если ошибаюсь по 36 года если вы Ленин начали на каждой странице партия наша все одна страничка партия должна выполнять идеологическую функцию все спасибо и были изменены выборы во все органы местного самоуправления то есть он говорил теперь могут избираться не только партийные люди а и беспартийные и получается что и крестьяне колхозники и рабочие могли выбирать лучших своих представителей партия поняла ну все это конец это закат партии ведь говорят Сталину пырь и дурак вот я еще учился в школе честно сказать меня вот всегда я соглашался ну что исторический миг но я думаю не понимал зачем всех посадил за парту чтобы потом всех расстреливать что ли вот это у меня с детства не вязалось ну зачем всех сажать за парту так вот в 37-м году должны были проходить новые выборы это дело называется клубок кстати в предпоследний день съезда встал Эйхве не помню по какому он региону глава и он сказал товарищ Сталин у нас в регионе огромная группа антисоветских элементов что должен был представлен ну ликвидируйте в последний день все руководители как по цепочке пошли у нас огромная группа антисоветских огромный и он короче все в один толдычить одно и то же это был сговор и тогда у Сталина был выбор либо вот открыто им противостоять всем они могли увидеть скажут что ты изменил ленинскую конституцию ленин святая святых ты взял поменял конституцию кто ты такой либо вот как сказать согласиться с ними и уйти в сторонку в 37-м году пошли репрессии и самых умных честных грамотных расстреляли и посадили и бытует мнение Ленин Сталин ГУЛАГ но ведь по истории ну почитать историю когда пришел Берия репрессии то остановились реально и многих выпустили то есть Берия снил репрессии это Ежов расстрелил есть одно интервью Сталина что Ежов но Ежов было доверен хороших людей сохранить а он упырь смысл такой про Хрущева тоже есть резолюция то есть можно найти в интернете это не поделка где Хрущев он в Московской области где просит прошу увеличить квоты на расстрелы и рецензии Сталина уймись дурак 37-й год то есть они подставили Сталина Сталин написал что когда я умру на мою могилу носится только мусора но ветер историю ее развеет Сталин был настоящий коммунист почему потому что в Советском Союзе после войны цены снижались каждый год вот это один из ключевых моментов если мы хотим чтобы обогащался весь народ то цены снижаются если мы хотим чтобы обогащалась только правящая верхушка цены поднимаются и зарплата повышается да и зарплата повышается совершенно верно и кстати Советский Союз первый вышел а оказался от продуктовых карточек вся Европа по продуктовым карточкам ходила то есть либо вот когда у нас появляется какой-то доход мы можем либо напечатать дополнительно денег да и вбросить их а можем снизить цены вот Сталин шел по пути снижения цен когда пришел Хрущев первый указ был какой когда убили Сталина первый указ номенклатуры неприкосновенно все жители Олимпа убили Берию да ну Берию убили да все они жители Олимпа теперь стали неприкосновенно при Сталине была ответственность управленцев при Хрущеве ее нет не стало то есть вот они и стали вот плодить эту номенклатуру поэтому после смерти Сталина все Советский Союз было при чем вот фактически реально потому что Брежнев испугался в 70-х годах американские экономисты все писали все мы экономически проиграли Советскому Союзу они действительно проиграли у них начался кризис если вы помните президент Франции Шарль Деголь сказал ребята слушайте а вот здесь написано что доллар обеспечится золотом можно я обменяю был скандал ему обменяли ну естественно Парижская весна долой кровавого диктатора Деголя вышли студенты и вскоре вскоростью он умер то есть американцы показали ну то есть не американцы а за правила Фрейдж что ну так шутить не надо вот кто попытается не будет то же самое и что они дальше сделали они отвязали доллар от золотого стандарта что должен был сделать Брежнев своей командой нужно сказать ребята так у вас фантики а у нас рубль обеспечивается давайте-ка теперь мы будем продавать нефть и все природные ресурсы за рубли ну полмира было красными куда бы они делятся они испугались Брежнев испугался то есть управленца уровня Сталина уже не было все они просто испугались и они сами сдали Советский Союз более того есть еще интересные вещи что Андропов уже тогда уже снюпался с Западом и правильно говорят слушайте если бы КГБ не сдал Россию ну никакой Горбачев бы ничего не сделал в первую очередь Россию сдали КГБшники они пошли на этот контакт они купились на гарвардский проект так называемый им сказали ребята ну смотрите вы здесь трудитесь да такие хорошие люди уважаемые но у вас одна проблема вот вы уходите на пенсию но вы не можете ничего себе оставить сделайте небольшую перестроечку в стране введите частный социалист с человеческим лицом сделайте частную собственность да будет частная собственность и вы сможете себе вот эти блага цивилизации которые есть на Западе взять себе вот они решили провести перестройку есть в концепции фраза это именно из концепции общественной безопасности каждый в меру своего понимания работает на себя а в меру непонимания того кто понимает больше вот они и сделали перестроечку угробили свою страну давайте закону времени давайте закону времени ну я тоже буквально кратко значит смотри есть такое понятие как биологическая чистота вот здесь нарисовано 2050 год 1800 год можно продолжить там до нашей эры вот эти года смысл такой что примерно активная жизнь человека это 25 лет ну то есть до 25 он учится до 50 активно участвует в жизни общества после 50 занят внуками детьми с собой но в среднем это 25 лет так вот биологическая чистота вот и можно запросить так 25 лет 25 лет 25 лет 25 лет 25 лет 25 лет что она была там 3000 лет назад ну с поправкой умирали раньше или позже что что сейчас это 25 лет есть такое понятие как частота социального времени вот частота социального времени меняется почему потому что когда раньше рождался человек что он видел телегу кузница он умирал рождались дети внуки а ничего не менялось технологии оставались точно такими же то есть один раз полученные в жизни знания хватало этих знаний на всю жизнь чтобы быть успешным примерно в начало 20 века пошел скачок технологий и вот если раньше технологии развались медленно медленно то сейчас к 50 году эти частоты сравнялись развитие технологий да и биологическая чистота а сейчас технологии фактически меняются каждые 5 лет что это такое человек не успевает подстраиваться психологически под смену технологий но у всех есть родители да там дай бог вы знаете как они обращаются там с видеомагнитофоном меня мама таки не освоила при жизни то есть люди не успевают психологически подстраиваться технологий давит на психику один раз полученных знаний уже не хватает нужно постоянно быть вот вот как как лошадь бежать 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 что получается на психику давит люди начинают выпивать да ну как-то снимать стресс вышел сотовый телефон короче да да ну в том плане нет ну вы поняли о чем то есть люди снимают стресс потому что технологии давят это философский поэтому да технологии давят и поэтому мы говорим слушайте но если у нас вот труд вот что действительно трудно предсказать это научно-технический прогресс ну действительно трудно ну можно сдать какой-то вектор но вот предсказать его сложно поэтому мы говорим слушайте если мы хотим как бы быть ну как это правильно сказать в конве да то нужно детей это пичкать не фактологии а методологии освоения новых знаний давать им метод чтобы они сами в процессе жизни могли осваивать эти знания и вот эта методология в концепции есть это достаточно общая теория управления сегодня мы рассмотреть не успеем вот она достаточно большая она как управленца вам будет интересна мы с вами встретимся еще не встретимся по-разному может быть но я бы вам очень советовал набрать в интернете достаточно общую теорию управления значит соответственно вот о чем мы говорим мы называем вот это вертушку за правил гиблейского проекта глобальные предикторы ну из той же математики предикторы предуказатель корректора вы знаете это изображение на долгере США вы знаете то есть они как говорят вот этот верховщик типа бог ну то есть вот эти люди реально взяли на себя имя ну на себя в управлении от имени бога вот они косят под богом ну и вот эта вот структура соответственно которая вам всем знакома да из поколения в поколение сколько проходит там веков а ничего не меняется есть вот это наднациональное глобальное управление есть элита у которых знаний побольше вот здесь вот все знания я о чем говорил материя, информация, мира и вообще все целостные знания мироздания чтобы элита могла управлять ее пичкают фактами ну то есть вот тебя научили там экономики хотя экономика экономика отдельная тема ну там министерство обороны одно здравоохранение министерство другое, третье элиту пичкают знаниями как управлять то есть частичные знания а народу вообще остаются какие-то вообще фрагментарные знания народу практически ничего не знает и вот с помощью вот этой пирамиды знаний и шло управление а сейчас время меняется сейчас столько много информации да, бери не хочу и вот как раз вопрос нужна методология вот был такой историк я к сожалению не помню фамилию он сказал фактов много вы мне скажите как их уложить вот в чем проблема то есть нужна методология мы предлагаем такую методологию ну и здесь соответственно есть такое понятие мозаичное мировоззрение и калейдоскопичное мозаичное опять же это когда вы видите целостную картину мира то есть целостную и если даже не хватает каких-то фрагментиков да, фактов вы потом их узнаете вы можете их вложить ну, будет целостная картина у этих калейдоскопическая картина у них нет всего целостного представления о мироздании у них есть только некоторые факты как в калейдоскопе вот крутишь стекляшечки да, там красивые вот такие же отрывочные факты то есть элита часто не может связать причинно-следственные связи вот в чем дело то есть что-то происходит а они связать не могут как у нас там масло подорожало само собой да, вот как народ допустим рассуждает доллар сам подорожал золото подорожал ну, простите здесь фиксинг-рошлида да, там они там два раза в день встречались за чаепитием назначали по своему произволу цену на золото то есть не само вот генерал Петров очень хорошо объяснял просто вот что такое структурное и беструктурное управление он как говорил вот мы с вами предприниматели купили муку не можем ее продать вот она уже скоро там у меня жуки появятся она прогоркнет скоро как нам ее втюхать мы идем с вами на остановку к примеру где бабушки мы говорим слушай, Вася, ты знаешь оказывается не урожай мука скоро подорожает не будет поставок ну и что делают бабушки они бегут покупают звонят своим там знакомым родственникам да тем самым мы безструктурно мы никому не говорили иди и купи но мы безструктурно управляем вбросив в общество информацию я еще раз хочу чтобы вы поняли ну вы наверное поняли вот так и работает концептуальная власть то есть информация запущена то есть люди рождаются вот этой концепции толпалитарной и живут и альтернатив как правило не видят ну эта схема тоже есть в интернете можно брать концепции общественной безопасности иначе типы психики из школьного курса биологии вам известно из школьного курса вам биологии известно что ну когда рождается человечек да, вначале у него он движен инстинктом то есть у него инстинкты рефлекс условный безусловный сродился ребеночек потом поесть попить поспать в туалет сходить это животные строй психики то есть ну то что запрограммировано животные строй психики то есть животные инстинкты не запрограммированы а то что вот животные стройки психики есть люди которые вырастают ну и в общем-то у них такие протеты остаются то есть от жизни ничего не надо поесть поспать там вытворить свои какие-то там потребности вот то есть несмотря даже на как если люди с высоким социальным статусом, но они себя ведут в обществе, в общем-то, как животное. Дальше ребенок подрастает, он растет. Что говорят ему родители? Они начинают его пичкать культурой. Ложку держи так, просись на горшочек, да, не бей там старшую сестру, это из личного опыта. То есть, начинают пичкать культурой. Пичкают культурой. И это уже строит психики зомби и биоробота. Сейчас поясню почему. Дело в том, что есть люди, вот мы с вами говорили об идеологии. Здесь люди, когда вырастают, вот ими движет в первую очередь какая-то идеология. Они запрограммированы какой-то программой. У меня жена в свое время ездила по святым местам России. У них загорелся автобус. Она с подругой говорит, надо бежать с автобусом. Сзади бабушки сказали, надо молиться, Бог спасет. Но это строит психики зомби. То есть, они запрограммированы. Но в итоге, конечно, тоже заставили выбежать, да, но тем не менее, это показатель, что вот у человека есть какая-то идея. Это может, опять же, говорю, христианство, там, ну, все что угодно. Я там фанат чего-то, то есть, запрограммирован на что-то. Икона и святая вода. Вот первая помощь, которая необходима утонувшему ребенку. Так решила жительница Хабаровска. Пока женщина была в храме, ее девятилетний сын упал в водоем. Но мать и не думала вызывать врачей. Она решила, что ребенку помогут молитвы ее и других прихожанок. Очевидцем происшествия стал наш корреспондент Евгений Свиридов. Положила на лицо и колу и опять куда-то убежала. Так поступила мать утонувшего мальчика. Оставила тело своего девятилетнего сына на лавке и вновь убежала в храм. Свидетели трагедии поначалу списали такое странное поведение на шоковое состояние набожной женщины. За несколько минут до этого подростки случайно нашли захлебнувшегося ребенка в пруду. Вернувшись из храма, женщина решила воскресить ребенка с помощью иконы Святой Воды. К такой реанимации она постаралась подключить и послушниц. Я здесь у Серафимушки. Анечка, пожалуйста, пусть батюшка перед вашей афонской скоропослушницей молится. Может она воскресит его. С неистовой силой мать утонувшего мальчика продолжала свой ритуал. Ты же умеешь, ты же знаешь. Сколько я таких случаев знаю. Вера твоя спасла тебя. Я знаю, она спасет. Пожалуйста, он станет. Божий, Камиль и Керодник. И на нем же грязь гроба Господня. Стражи порядка наблюдали за набожной женщиной со стороны. Никто из них так и не решился отвезти ее от тела. В какой-то момент нервы сдали у случайных прохожих. Побежала молиться, а ребенка бросила. Мать утонувшего мальчика спустя несколько минут ушла из сквера, оставив тело сына на скамейке. То есть надо понимать, что вот это поведение превалирует у него в жизни. То есть превалирует. Дальше строить психики демона. Есть люди, которые могут подняться над животными инстинктами, скажут, я не буду пить, курить, я не дурак. То есть это вредно для здоровья. Можно сказать, слушайте, ну вы можете там верить во всякие сказки, как хотите, а я в это верить не буду. То есть подняться и над какими-то программами, заложенными в обществе, над идеологами, программами, автоматизмами поведения. И в первую очередь он руководится собственным разумением. Когда ребенок подрастает, подходит к подростковому периоду, он начинает вот, вот, все против родителей. Вот, вот что они сказали против. Почему? Ну вот просыпать в собственное разумение. Хочу, как я хочу. И очень много людей у нас вот с типом психики демоническим, то есть они живут собственным разумением, но здесь вот нужно ввести понятие эгрегоры. Вот мы с вами говорили, что эгрегоры, французского слова эгрегат, сборка, коллективная и бессознательная. То есть мы живем не в пустой, ну не в пустой вселенной, да, то есть все мысли, которые есть, они собираются в единое информационное поле. Вот мы говорили, что есть христианские эгрегоры, да, вот как батарейщики, да, рассказывали во время перерыва. То есть любой человек подключен к эгрегорам. Вот рождается ребеночек, над ним давляют родовые эгрегоры. То есть история его рода, информация рода, да. Ведь бывает, что ребенок повторяет судьбу родителей. Ну вот бывает, близко к этому идет, да, то есть потому что есть некая запрограммированность. И традиции, да. Традиции это строить тип психики зомби. Билинский сказал правильно, что толпа живет по преданиям, рассуждает авторитетом. Вот кто сейчас сказал, Озеров, ну, к примеру, я рассказал, да, а ты кто? Ну, то есть я не академик. Выйдет какой-нибудь академик, скажет, он несет фуфло. Все скажут, да, академик прав. Вот это тип строить психики зомби, рассуждает по авторитетам. Идя, 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 идя. Да. По авторитету. По авторитету. Вот. То есть вот человек живет собственным разумением, но плюс к этому, плюс к этому, над ним, как над всеми, давлеет эгрегориальная информация. Это тоже тема непростая для начала, но смысл такой, что человек не только своим разумением живет, но еще и эгрегоры над ним давлеют. То есть он может принимать решения, принимать решения не всегда правильные. То есть, как это сказать? То есть он подвержен влиянию этих эгрегоров. Такие люди, как правило, живут я-центричным мировоззрением. То есть вот есть я, а вокруг меня весь мир. И все для меня. Вообще-центричный. Ну, я-центричный. В центре я. Ну, эго свое, да. Человечный строй психики. Вот это вот тоже, это богословский блок. Мы сегодня его полностью не рассмотрим. Но смысл такой, что все это присутствует и в человечном психике. И животные с ним, но иногда надо и побежать, да. Там есть какая-то культура, понятно. И разум собственный, и эгрегоры. Но чем отличается человечный? В первую очередь тем, что при человечном строе психики человек общается с Богом, имеет развлечение от Бога. Вот я говорю, здесь, конечно, бы рассматривать этот вопрос в совокупности нашего понимания богословского блока. Как говорил один писатель, мы научились плавать как рыбу, летать как птицы, но мы не научились быть человеками. Вот культура, в которой мы живем, она не делает людей. То есть она не делает человека. К сожалению, она не делает. Вот, как правило, эти психики с демоном, это бизнесмены, там, политики, которые могут подняться вот над этими животными инстинктами, над каким-то автоматизмами, которые заложены. Главное, вот, надо понимать, что в мире существуют иерархии управления. То есть вот мы считаем, иерархически на высшее управление это Бог. Вот Он сверху. Но потому что управление есть везде. Есть везде. Вот. Он Бог. Управляет Он не как библейский Бог. То есть там действительно честность, любовь, нравственность. То есть нравственные стандарты Бога, они одни и навсегда. Ну, грубо говоря. Потому что Бог не ошибается, Бог не меняет свое решение, не меняет сомнение, все видящее, все знающее. И вот человеку важно получать развлечение от Бога. Развлечение дается по нравственности. Вот чем выше нравственность, тем выше у человека развлечение от Бога. И если у него есть информация от наивысшего управленца, то в жизни он наиболее успешен, можно сказать, на языке бизнеса. Но эта успешность, опять же, не выражается в количестве каких-то денег и так далее. Вот здесь хороший пример в книге мастера Маргарита. Вот у Берлеза не было развлечения. Ему уже намекали. Ну там комсомолка, колу у тебя отрижет. Аннушка уже масло разлила. Он не врубался. Пошел, попал под трамвай. То есть не было развлечения от Бога. Но при этом сатана его вначале спросил, а веришь ли ты в Бога? Ну то есть верите в Бога? Он говорит, нет, мы не верим. И в сатану не верите? Нет, не верим. Ну раз не верите, можно делать что хочешь. Смотрите, как мы понимаем смысл жизни. Вот в Коране написано, те, кто говорят, что Христа распяли, им это предвиделось. Мы считаем, что распятия не было. Объясню почему. Мы считаем, что Христос действительно человек, праведник, который действительно существовал. И Моисей существовал, скорее всего. Но смысл какой? Что сказал Христос? Слушайте, ребята, вы живете неправильно, если сказать коротко. Вы живете неправильно. В Ветхом Завете есть два пророчества. Пророчество Исайя и пророчество царя Соломона. Пророчество Исайя говорит, придет праведник, возьмет свои грехи на нас, будет истязаем, мрет, соответственно, и тем самым мы очистимся. Откуда такая идея, что кто-то возьмет за тебя свои грехи? Она выходит из иудаизма. Раньше такая традиция была. Можете сейчас, если я не отслеживаю, раз в год брали ягненка, били его все, тем самым отдавая свой грех. И после этого выгоняли его в пустыню. Демон пустыни назывался Азазелла, а ягненок Азазель. Слышали, наверное, такие названия. Есть такая книга о Кунина. То есть вот отчуда идея спасения, что кто-то придет, мы его будем бить, и он возьмет свои грехи за нас. А есть пророчество царя Соломона. Самое интересное, что в западной версии Библии туда не вошли пророчество царя Соломона. Это у нас, грубо говоря, кто-то то ли по ошибке, то ли намеренно перевел и вставил. Проскочило. Да, проскочило. Там такого нет. Кстати, вот тоже, вы извините, вопрос. Приняли христианство в каком-то? В 981, в 989, а, в 988, по-моему. Ну, тысячи веки не дали вправлять. Да, знаете, когда Ветхий Завет стали переводить? И то, по официальной версии, в 1500-х годах. То есть мы ничего себе. То есть приняли религию, базовой частью которой является Ветхий Завет, и спустя 500 лет решили перевести. А что там написано? В 18 веке священникам только дали почитать. То есть заставили их изучать Ветхий Завет. До этого можно было и без Ветхого Завета. А в 19 веке элита смогла прочитать, что там написано. То есть вот уже в широком. И Пушкин, когда прочитал, он, конечно, там сделал глубокие выводы. Он сделал глубокие. И Толстой написал, слушайте, ну это какая-то древнеюрейская секта. Причем есть Бог, да? И говорит, вообще не христианство это называть павлиянством, потому что 70% Нового Завета это апостол Павел. Но в 325 году в Никейском соборе император Константин собрал вот этих всех сектантов, тогда это были секты. И они простым голосованием решили, Христос Бог или нет. Ячейка постановила Бог большинство. Все. Повыкидывали все те варианты Нового Завета, которые не подходили под общую идеологию. И вот сформировали то, что мы сейчас имеем, то и имеем. Мусульмане признают и пророка Муса, они называют. А Соломон, Соломон что-то сказал? Да, про царя Соломона. Значит, смысл такой? А есть пророчество царя Соломона? Значит, пророчество царя Соломона что говорится? Яковинсистенцию, да? То есть, вот, понятно, не дословно. Но что придет праведник и укажет нам, что мы живем неправильно? Вот, там, обижаем бедняка, бьем вино, там, да, там, ведем праздный образ жизни. Но нам-то это не понравится, и мы захотим его, вот, самое, убить. Но не сможем этого сделать. Не познаем тайн Божия. Почему? Потому что он праведник. Потому что Бог защищает праведника. И это наша точка зрения. И вот, если смысл жизни в спасении своей души, который действительно немножко странно сформировался, то есть, душа бессмертна, что ее спасать? Надо спасать душу вот сейчас, в этом мире, здесь и сейчас, а не потом. Это раз. Второе. Христос был праведником, и поэтому Бог его спас. А все ученики, которые ходили рядом с Христом, гнали его по сценарию пророчества Исаия. А когда уже избуется пророчество Исаия? А когда там уже будет знамение, там, когда тебя рассмотрят? То есть, его чисто гнали. Но в Новом Завете есть указания тоже. Редакторы это просмотрели, что распятие вряд ли было. Почему? Потому что в ночь перед распятием, когда Христос молился в Геселанском саду, он попросил своих учеников, молитесь вместе со мной или впадете в искушение. Они уснули. Он их еще раз разбудил. Они уснули. И говорит, впадете в искушение. То есть, они не остались с ним, они уснули. А наутро они рассказывают, что его арестовали. Тогда вопрос священникам. Христос соврал, что они впадут в искушение? Или они впали в искушение? А если нет, то что, Христос соврал, что они впадут? И в Корале написано, что им предвиделось. Не было этого. Это могла быть инсценировка. Но мы считаем, так как Христос правильник, его Бог спас. А это указывает на смысл жизни, что здесь и сейчас нужно в этом мире наводить порядок, делай добро и стремиться жить в русле Божьего промысла. И Христос так и жил. А из него сделали жертву. Что по типу его распяли, он взял свои грехи на себя. Людишки никчемные, надо только свою душонку спасать. Кстати, были секты, которые... Было такое понятие, милитаризм, по-моему, или хилоизм. Это с греческого и с латинского переводится, по-моему, тысяча. То есть были такие христианские учения, которые говорили, что после того, как придет Христос, будет тысячелетие Царствия Божьего на земле. То есть коммунизм по-нашему, а не там, на небе. И эти учения были объявлены Ерешевым. Сказали, нет, невозможно построение на земле справедливого миростройства. Так вот мы считаем, не было распятий. И поэтому каждый человек может в своей жизни, да, делать добро, делать, ну, вот всей своей жизнью, да, стараться жить в русле Божьего промысла. Жить по совести, по нравственности. Вот здесь были такие вопросы, что такое совесть, что такое нравственность. Мы считаем, что совесть это врожденное чувство, религиозное чувство с Богом. Мы говорили, что существует материя, информация мира. Что мера, как сказано, кстати, в Коране есть эти категории. Там сказано, Аллах создал каждую вещь и размерил ее мерой. И вот когда авторский коллектив создавал концепцию, они еще оттуда увидели, а что такое мера. То есть действительно, каждая вещь имеет меру. А потом сошлось с книгой Водоозова, что у левитов были знания, материя, информация, мера. Вот. То есть судьба человека, это тоже матрица возможных состояний. Это тоже мера, матрица. Она многовариантна, но она ограничена. То есть мы живем в мире, придуманной Богом. То есть мы не можем выйти за границей мира. Есть объективный смысл жизни. Вот эту матрицу же еще общество создает, правильно? Есть же, так скажем, социальные траектории. Врач передал сыну, что надо быть врачом, стоматологом. Но это немножко другое. Это мы создаем матрицы в возможной большой матрице возможных состояний. Но Бог в обществе, живя в обществе. Да, но мы не можем выйти за рамки все равно той матрицы, которую создал Бог. Мы не можем выйти. То есть, и вот смысл жизни человека, он, конечно, индивидуальный. Но каждый может его понять, если вступить в диалог с Богом. Но не через посредников. И управлять своей жизнью тогда. Ну, с помощью, соответственно, с помощью развлечения от Бога. И поступающей информации. То есть, развлечение, что такое? Это один бит информации, да или нет. Вот один там поет прямо, а другой там повернет налево, да, там будет катастрофа. Это развлечение. Интуиция. А нравственность, ну что есть говорить? Ну, говорят, что такие категории. Вот знаете, не знаю, может и вырезка такая специальная была. Есть вот в интернете такой ролик у меня на странице ВКонтакте. Там спрашивают иудейского священника, что такое совесть. Он говорит, то ли совесть, то ли нравственность. Он говорит, в священном писании такая категория отсутствует, значит, объективно ее не существует. Ну, не знаю, может быть нарезка. Но я верю, что в иудаизме вопрос может стоять так. Поэтому мы считаем, что распятия не было, что мировая закулиса, ну да, ее можно сказать мировой закулисой, да, ее так назвали. Мировая закулиса, вот этот глобальный предиктор, о чем мы говорили на верхушке пирамиды, египетское жречество, не путать с мировым правительством. Никакого мирового правительства нет. Его нет. Еще раз, Рошель, Дракфеллеры там, это инструменты глобализации. Над ними глобальный предиктор. То, что вот как раз мировая закулиса управляет посредством вот этих хороших Дракфеллеров, но тоже, наверное, разводя, не вводя их в курс дела, то есть за счет концепции. А распятия мы считаем, что не было. Потому что если ты праведник, Бог тебя спасет. Иначе, ну, слушайте, есть даже поговорка, Бог не фраер, там, уголовник. Но если ты выполняешь волю Божью, почему он тебя предаст на смерть толпе, которая вообще отклонилась от русла Божьего промысла? Зачем? Ну, и много есть интерпретаций священников. Они говорят, что, слушайте, Ветхий Завет жесток, потому что время было такое. Мы говорим, почему есть время? Мы говорим не про время, а про то, что Бог говорит сделать. То есть не надо путать нежестокость евреев, нежестокость ханьян, а то, что Бог говорит. Так же священники интерпретируют. Ну, в общем-то, это их задача, профессиональные богословы должны интерпретировать. Пасти свою паству. Даже само слово паства. Пасти толпу. Кстати, может быть, кто-то видел выступление Грефа. Вот здесь, по-моему, в Питере был саммит. Не видели? Рядом с твоим домом. Ну, спасибо, что запалил. Значит, выступление Грефа. Если кто хочет, я с удовольствием скину ссылку ВКонтакте. Вот, оставлю. Он говорит, слушайте, мне страшно. Вы здесь сказали такие страшные вещи, что дать знания толпе. Вы что, обалденны, что ли? А как тогда управлять? Как тогда управлять толпой? Мне страшно об этом подумать. И начинает впечатлять. Вот древняя еврейская Каббала. То есть, что это он Каббала вспомнил? Это тайные знания. Там, да, вот управление. Зачем ее там давать толпе? То есть, говорит, нельзя толпе давать. Иначе тогда все разрушится. Вот это и есть то у политарной модели общества. Когда у них есть полнота знаний. Но у Грефа нет полноты этой знаний. У них есть факты. Полнота знаний есть только у предиктора. Ну и теперь у всего человечества, как мы считаем, если они будут знакомы с концепцией общественной безопасности. Вы знаете, уважаемые господа, я вам хочу сказать, что вы говорите страшные вещи вообще-то. Вот того, что вы говорите, мне становится страшно. Почему? Вы предлагаете передать власть, власть фактически, в руки населения. Но вы знаете, очень много тысячелетий эта проблема была ключевой в общественных дискуссиях. И мы знаем, сколько мудрых голов на эту тему думало. В свое время так зародился буддизм. Великий наследник одной из богатейших фамилий в Индии пошел в народ. И ужаснулся, как плохо живет народ. И он пытался помочь народу. Он пытался найти ответ, в чем корень счастья. Как сделать народ более счастливым. Он не нашел ответа. И в результате родился буддизм, в котором ключевая идеология, которую он заложил, это отказ от желания. Он не увидел способ реализации этих желаний. Люди хотят быть счастливыми. Они хотят реализовывать свои устремления. А способа реализовать все желания не существует. Способ производства, экономический способ производства, которым мечтал Маркс, еще не реализовался. И поэтому нужно работать. И не факт, что каждый получит эту работу. И не факт, что каждый получит желаемую заработную плату. Не факт, что будет удовлетворен от этого. И при этом, если каждый человек сможет участвовать напрямую в управлении, что же мы науправляем? Великий министр юстиции Китая Конфуции начинал, как великий демократ, а кончил, как человек, который придумал целую теорию конфуцианства, которое создало страты в обществе. Страты. А великие мыслители, такие как Лао Цзи, придумывали свои теории, дао, зашифровывая их, боясь донести до простого народа. Потому что они понимали, как только все люди поймут основу своего «я» и самоидентифицируются, управлять, то есть манипулировать ими будет чрезвычайно тяжело. Люди не хотят быть манипулируемы, когда они имеют знания. В иудейской культуре Каббала, которая давала науку жизни, она три тысячи лет была секретным учением, потому что люди понимали, что такое снять пелену с глаз миллионов людей и сделать их самодостаточными. Как управлять ими? Любое массовое управление подразумевает элемент манипуляции. Как жить, как управлять таким обществом, где все имеют равный доступ к информации, все имеют возможность судить напрямую, получать непрепарированную информацию через обученных правительствами аналитиков, политологов и огромные машины, которые спущены на головы, средства массовой информации, которые как бы независимы, а на самом деле мы понимаем, что все средства массовой информации все равно заняты построением, сохранением страт. Так как в таком обществе жить? И мне от ваших рассуждений становится страшновато, честно говоря. И мне кажется, что вы не совсем понимаете, что вы говорите. Юрий Семенович, скажите, вы меня поддержите, может быть. Можно догонять завершающий вопрос? Если по концепции общественной опасности всем слоям прицонаселения, всем-всем-всем-всем дать необходимую информацию и дать развлечения, развлечения дает Бог, понравственности. Если дать возможности, дать методологию, развлечения, дать методологию, да, и так далее, и так далее, вот все все знают. Каким образом будет происходить регулирование каких-либо вопросов, ведь конфликтов все равно не обойти. То есть конфликтология, она по себе сразу же родилась, как родилась некий социум. Он неизбежен. Проблема в том, что кто-то сказал из классиков, общежитие праведного типа, состоящее из негодяев. Это про Советский Союз. Вот ключевой момент. Воспитывать человека. Должна быть культура, та, которая уже к половому созреванию ребенка воспитывает у него человека, человечный строй психики. Это тоже отдельная большая тема, как воспитывать, да. То есть, я говорю, концепцию нельзя рассказать там за 45, за час. Я вот стараюсь коротко, но главное это типы психики. Воспитывать человека. Если у себя такой тип психики, люди сами будут регулировать отношения. Ну, люди будут регулировать отношения. С помощью власти, законов. Государства будут. Мы из-за государства. Не подумайте, что мы интернационалисты. Не дай Боже, да. Вот как говорил Сталин, что, наверное, как нужно, что... Или Ленин, да. Вот говорю, что, значит, по... Какая должна быть политика и стратегия? По содержанию социалистическое, по форме национальное, мы против размытия границ. Мы не интернационалисты. Должна быть государственность, да. Как там будет совсем-совсем в будущем, мы не знаем. Но, кстати, обратите внимание, что все книги про будущее, книги сейчас про будущее, все фильмы про будущее заканчиваются очень плохо. Катастрофы, 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 катастрофы. Может быть, вы смотрели фильм «Облачный атлас», один из последних там, брат и сестра Ваечковский. Смотрели, да? Его создали. Раньше они были братья, потом они стали брат и сестра. Тысяча. Да. Слушайте, а о чем фильм? Ну, если вкратце, человечество покидает землю. Все плохо. Это и есть библейский проект. Все плохо. Есть такой совет, был такой советский писатель, фантаст Ефремов. Прошу прощения. Прошу прощения за было имя отчество. Иван. Иван. Да. А вот как Иван Ефремов, он вовсе помнит. Да, Иван Ефремов. У него есть такие, такие замечательные две книги. Это, значит, «Туманность Андромеды». И вторая замечательная книга. «Час быка». «Час быка». А полезли бы не кучу. Так слушайте, но я, скажу, честно, когда я бросил курить. Я бросил курить, когда прочитал «Час быка». Он там, совсем вкратце смысл такой. Человечество в будущем построило коммунизм. Настоящий. Не марксистского типа. Настоящий. То есть, приближены к человеческому типу стройпсихики. И они пролетели на планету Торманса, небольшая экспедиция. А там вот аллергатический строй. Люди поделены на две касты, на ГЖИ и на ДжИ. ГЖИ – это короткоживущий ГЖИ. ДжИ – долгоживущий. Долгоживущие – это актеры, политики, врачи, те, которые нужны. А короткоживущие, когда наступают 25 лет, прислуга ее, в какой-то храм и там конец жизни. Почему? Потому что они пришли к тому, к чему идем сейчас мы. Загрязнение биосферы, перенаселение, хотя на самом деле переселение не существует, это тоже миф. Перенаселение существует только когда? Когда неправильно распределены ресурсы. Ну и смысл такой, что там показано… Там показано такое будущее общества, к которому мы сейчас встретим, к которому мы идем. И предложен вот через разговоры, как общаются главные герои с планетой Земля в будущем, там показан альтернативный путь, выход. Вот он чем-то похож на концепт общественной безопасности. И что интересно, Стэнли Кубрик хотел снять фильм по Ефремову сейчас бы как. КГБ и, соответственно, ТРУ этот проект зарубили. Почему? Потому что есть альтернативный сценарий вопреки библейскому. Все библейские фильмы заканчиваются плохо. Ну и вы знаете, что сейчас жанр фантастики научной заменился жанром фэнтези. То есть от будущего в средневековье как идеал, орденские структуры, да, сейчас очень много фэнтези. И, наверное, все самое последнее. Есть в новом, знаете, такой момент. был такой Савил, апостол Павел в будущем. Он был Савилом, он был гонителем христиан. При жизни Христа никогда не знал. Вот он шел в Дамаск, чтобы гнать очередную христианскую общину. И на пути в Дамаск вдруг его обуял ужас, страх. Он упал на колени, ослеп. И слышит голос. Савил, Савил, что ты меня гонишь? Это я Христос, Бог твой. После этого Савила довели до города Дамаск, там к нему пришел юноша, которого отправил Христос, сказал, приди там, вот Савил, наречется он Павлом, наложит на него руки, он прозреет и будет распространителем христианства. По-русски называется перепрошили, короче, программа. То есть, чьи психики зомби? Была одна программа, перепрошили. Человек не проделал никакую внутреннюю работу, никакой нравственный путь, не переосмыслял, просто перепрошивка программы. Далее, священникам задаем вопрос. Уважаемые администраторы, скажите, ну, церковь администратор, скажите, пожалуйста, вот Христос кого-то когда-то при жизни вгонял в ужас, кто-то при виде Христа боялся, Христос кого-то насильно ослеплял, слушайте, это нравственность опять не Бога, давайте различать. Он фактически заставил пахать на себя, Он его запугал, ослепил и заставил пахать на себя. Это как-то соотносится с Третью Христа. Христос говорит, к нему когда послал, послал Иоанн Креститель, да, по-моему, послал Ганса, говорит, спроси, тот ли это, он говорит, да, тот, больник исцеляют, других успокаивают, да, то есть вот никогда Христос не принял такие методы. И мы говорим, кто это был, ребята? Кто попался к Павлу на пути? Это маска. Но не Христос. Это к тому, что вот надо Новый Завет и бедки читать не с точки зрения ах, а с точки зрения своей совести и нравственности оценивать. А что потом Савел говорит? Говорит, и воткнуто в меня жало сатаны, чтобы я не превозносился. Трижды я просил Бога, вытащи ты из меня это жало. Он сказал, и так тебе хватит, милости мои. То есть Савел, он же, Павел, сдает сам себя. То есть тип психики у меня таки остался там демон, запрограммирован программа, я превозношусь, какой-то сатана в одном у него жало. Но причем, ведь когда Христа искренне просили помочь, он же помогал всегда, он не отказывался. Здесь говорит, нет, и так тебе хватит. То есть я говорю, по всему Новому Завету можно задать много вопросов, которые именно нравственно обусловлены. И на них нужно отвечать по совести. На этом сегодня. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok